Весна начинается. Обстановка с палами травы на сегодня в округе у нас и в области в целом какая? В округе сегодня в нашем не зарегистрировано ни одного пала травы. Мы ситуацию эту держим на контроле. Что касается области, то на сегодняшний день 31 раз пожарные выезжали на пал травы, в результате которых площадь сухой травы, которая пострадала на этих палах, составила около 50 гектар. Это очень огромные уже площади. Но может быть то, что мы находимся на северо-востоке области, до нас еще вот эти пала травы еще не дошли. У нас еще достаточно холодно. Холодно. Холодно еще, да. Но вот что касается еще пожаров, перехода с пала травы на жилые дома. В 2016 году в Ожегодском районе из-за пала травы сгорело 12 домов. Весной 2019 года из-за пала травы деревни Шепелева Череповецкого района сгорело 5 домов. Весной, в мае 2021 года из-за неосторожного обращения с огнем местного жителя в поселке Тарновского округа сгорел одноэтажный дом, прилегающий к нему ход с постройки. Что же касается нашего Великоуслевского округа, то в ближайшие годы таких случаев у нас, к счастью, было не зарегистрировано, не зафиксировано. Но могу сказать, что на памяти у меня деревня Соловьева лет, наверное, 15-16 назад из-за пала травы сгорело 9 домов. Там был установлен виновное лицо, он понес наказание. Но еще могу вспомнить, что в поселке Северный тоже два года сгорело, но это было, наверное, год 12-13. После этого не было зарегистрировано перехода пала травы на жилые дома и настроения. И, надеемся, не будет. Да. Какие меры принимаются органами Государственного пожарного надзора для соблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах именно в весенний период? Да, мы работаем, конечно, на этом направлении. И сейчас, в этом году, как и каждый год, мы проводим внеплановые проверки ОМСов, органов местного самоуправления, по соблюдению требований пожарной безопасности. На что мы обращаем особое внимание, это как проводится опашка населенных пунктов, минерализованная полоса. Ну, наверное, стоит сказать, что у нас определен список всех населенных пунктов, которые попадают в ту или иную категорию. Список, он утвержден на уровне правительства области. В наш Великоусевский округ входит 49 населенных пунктов, которые граничат, ну, особые условия у них, да. И эти населенные пункты, в первую очередь, должны быть опаханы. Для чего это делается? Чтобы, если случился пожар, ну, ландшафтный, лесной пожар, да, то огонь не перекинулся бы из поля на жилые дома. Вот это мера такая предосторожности, которая, минерализованная полоса, она должна остановить вот это распространение, быстрое распространение огня. Ну, также мы смотрим еще в рамках этих проверок пожарное водоснабжение. Все пожарные водоемы весной и осенью мы проверяем. И в ходе этих проверок дополнительно проверяем. Ну, информирование граждан, главы территориальных отделов ведут непосредственную работу и с населением. Так же, как и мы, расклеиваем и памятки, какие-то на информационных стендах, даем информацию людям, что можно делать и что нельзя. Я считаю, что лишний раз напомнить людям о требованиях пожарной безопасности, это никогда плохую шутку не сыграет. Впереди майские длительные выходные, люди будут выезжать на дачи, на природу. Какие требования пожарной безопасности к разведению костров? Также начинаются субботники, поэтому требования к сжиганию мусора, ну и, естественно, к разведению открытого огня в мангалах. С 2023 года, точнее, с 1 марта, вступили в силу изменения требований пожарной безопасности. Требования немножко спекчились. В каком плане? Что если в прошлом году можно было сжигать мусор, допустим, или разводить костер, открытое горение, расстояние должно быть 50 метров, то в этом году она сократилась до 15 метров. Я думаю, что это связано с тем, что у нас не такие большие приусадебные участки, и 50 метров это очень огромное расстояние. Что же касается, это если на земле, если же жители, прибираясь на своих приусадебных участках, собираются сжигать мусор, то допускается сжигание сухого мусора, отходов, древесных остатков в металлической емкости, ну то есть, грубо говоря, в бочке, на расстоянии 7,5 метров от хозпостроек, от бань, от домов, от любых каких-то строений. Но есть еще дополнительное условие, что это должно быть обязательно, если вы сжигаете мусор в бочке, обязательно безветренная погода, обязательно дневное время суток, обязательно, чтобы кто-то стоял и контролировал. Дети одни находиться здесь не должны, потому что у нас на самом деле были такие случаи, что когда костер, искры перелетали на сухую траву и начинались уже возгорания, которые, к счастью, всегда на сегодняшний момент были локализованы и ликвидированы. Теперь, что же касается мангал. В прошлом году до вступления в силу изменений были требования строже, чем сейчас. Сейчас же допускается, рекомендуется использовать мангал на расстоянии 5 метров от любых хозпостроек. Мангал, как до вступления в силу изменений, было сказано, что должен быть заводского изготовления, на ножках высота 30 сантиметров над уровнем земли. Сейчас же этого не сказано, но 5 метров обязательно должно требование соблюдаться. И точно так же в безветренную погоду, в дневное время суток, и обязательно, чтобы кто-то дежурил. Ведро воды рядом, как средство пожаротушения. И, естественно, все угли, которые потом остаются, что при костре, что в мангале, что в бочке, до полного их потушения. До полного потушения, да, обязательно залить водой. Никогда это лишним не будет. Какая административная ответственность предусмотрена для граждан за нарушение требований пожарной безопасности? Здесь тоже были изменения по административной ответственности. Штрафы увеличились. Штрафы увеличились. И сейчас это статья 20.4 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Это наша статья, по которой мы можем привлечь к административной ответственности. Если же не введен особый противопожарный режим, то штраф на граждан составляет от 5 до 10 тысяч. И по первой части предусматривается еще предупреждение. На должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 40 до 60 тысяч рублей и 300-400 тысяч рублей на юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности. Если же введен у нас в округе особый противопожарный режим, а особый противопожарный режим это дополнительные меры по соблюдению требований пожарной безопасности, то штрафы увеличиваются. И на гражданина штраф уже будет составлять от 10 до 20 тысяч рублей. Это сумма, я считаю, очень значимая такая, весомая. На должностных лиц это 30-60 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей 60-80 тысяч, и юридические лица до 800 тысяч рублей. Мы можем выписать административный штраф. Но здесь с марта месяца тоже вступили, с 23-го года вступили изменения. Если же гражданин, должностное лицо, наказуемое лицо оплатит штраф в 20-дневный срок, то допускается оплачивать 50% от стоимости штрафа, от суммы штрафа. Наталья Николаевна, спасибо большое за ваши ответы. До свидания. До свидания. Это была передача «Актуальный диалог». И гость в нашей студии – главный государственный инспектор Велико-Устьского округа по пожарному надзору Наталья Николаевна Боровинская. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин